Сейчас будем снимать подсветку, это уже будет четвёртый. Так, значит, что вы натворили? Потёки на корпус вверх. Да, и на бокс эти. Почему оператор не может остановиться от смеха? Что произошло, пацаны? Он нанюхался. Он даже не разоразил один синий. Короче, мы автор перешкуривали, ну, часть точнее, потому что там только на одном боку и на локплейте. Кто накосячил, лучше скажите. Оба, мы оба виноваты. Я взяла подпеки, а он положил, и она всё подлипа. Но если бы не положил, не было бы ничего. Нет, они сейчас такие дружные, знаешь, что там было, типа, просто риск из Mortal Kombat. Это ты! Это ты! Ааай! Второй взял бутылку и разбился, бросил вообще... Ладно, парни, всё, давайте кулачки. Отдыхайте. Завтра с полными силами нужно будет доделать. Я просто ожидал, что сейчас выйдет в эфире Малахов Пусть говорят. И сегодня непреднамеренная история, как замаршмачить карту. Ладно. Судебное разбирательство. Ладно, все, до завтра, мужики, давайте. Пока. Красавцы, все, давай, давай. Все, вставайте. Друзья, да, вот это настоящая жизнь, настоящая жизнь будущих кастомщиков. Крутяк. Друзья, приветствую вас в компьютерной мастерской Happy PC. И как давно я не говорил эти слова с оператором в нашем подвальчике. Поэтому, я надеюсь, это видео для вас будет особенно приятное, немножко ностальгически. Но, опять же, вернуться туда, откуда все начиналось, это правильное решение, потому что... Что? Это правильное решение, потому что вы здесь набираетесь максимум той силы и энергии, которая позволила вам двигаться вперед. У меня справа системчик, друзья, который разыгрывается среди абсолютно всех подписчиков. Ссылочка есть в описании. В новогодние праздники до 9-го числа мы определим победителя. Здесь она шикарная сборочка на 3600-м раздне и 3060-й видеокарте. Но вы можете заметить то, что видеокарточки почему-то здесь нету, хотя сборка действительно шикарная. Наши молодые бойцы собрали ее, ну, скажем так, как минимум шикарно. Как максимум обалденная. И все самые крутые эпитеты. Но, поскольку сборка новогодняя, она у нас вся беленькая, светящаяся, красивая, один объект, как вы могли заметить, который тут отсутствует, явно бросался в глаза. И поскольку парни креативные, парни молодые, у них энергии полно, мы решили добить эту сборку максимально и сделать кастом видеокарты. Наша RTX 3060 из просто черненькой карточки будет превращаться в новогоднюю белую. И, конечно же, вы уже догадываетесь, кто это будет делать. Потому что встречайте Happy PC Academy этих ребят. Это Академия Happy PC. Это молодые юйцы. Саньку вы знаете. Некита вы тоже уже знаете прекрасно. Эти парни последние дни тут пыхтели над этой сборочкой. И у них она получилась. И вы можете обратить внимание, стол уже практически подготовлен. Чем мы сегодня займемся? Я, честно признаюсь, мне 29 лет. Я, по сути, старшего с двоих. Если вас сложить, то получится, что я даже старшего в два раза. Представь. То есть, в теории, вы могли быть моими сыновьями, да? Хотя это чересчур. Нет. А почему? В принципе, это мужики в 15 лет угодно, наверное. Вам еще год остался, расскажете. Суть в чем. Я в своей жизни кастомом видюхи. Вот верьте мне. Но прям вот действительно так вот не занимался. Вот сколько у меня компьютерной мастерской. Я видюху не красил, мужики. То есть, я полный ноль в этом. Вы не смотрите на меня как уж совсем так. Но это правда. Я знаю то, что вы, ты это точно сам делал. Потому что ты нам приносил. Где, кстати, эта видюшка, которую ты нам приносил тогда? С которой все и началось. Который ты там пускал слезу, так сказать, свою хорошую, мужскую, добрую. Эту видеокарточку Данька уже, ой, Санька уже приносил. Я ее обменивал на большие деньги. Вот. Она мне обошлась очень дорого, эта видеокарта. Но с ее, с нее, в общем, ее ты хорошо мне продал. Насколько не помнишь? 4500. В общем, там парень... Неплохие деньги. Неплохие деньги, Саня, меня развел. Очень хорошие. Очень хорошие. 3060. Хоть раз кто-нибудь из вас кастомил? Нет. То есть, мы все три тут абсолютно с вами в этом отношении. Но, я знаю то, что, Никит, ты говорил то, что ты занимался граффити. Да, было дело. А ты? Я просто красил видюхи. В общем, у нас один занимался граффити, другой просто красил видюхи. И, друзья, ну как же круто, когда два молодых парня сейчас возьмут и заказывают эту штуку. То есть, наша задача сделать из этой... Вот, видишь, у нее цвет такой, я бы назвал этот, графитовый. Сделать из этой красоты немножко белоснежности. Более подходящую. Более подходящую абсолютно некид, как ты говоришь, видюшку. Она хороша. Это 3060 видеокарточка. Расскажите, расскажи, Саш, что ты будешь использовать для того, чтобы у нас что-то получилось. Я буду использовать отвертку крестовую маленькую для закручивания болтиков, винтиков. И всякое подобие. Скальпель, чтобы отдирать наклейки аккуратненько. Буду использовать... Где тряпочка? Ладно, пока что... Сейчас достанем. Буду использовать изопропанол. Это изопропиловый спирт. Это я буду пить в процессе, да? Это спирт, чтобы очищать ее всяких от липких наклеечек, там, очистить, обезжирить. Буду использовать разные наждачки. Это у нас скотч какой-то... Точно не помню. Скотч-брейт. Мелкий, зернистый. Это наждачка P2000 мелкой. Двухтысячная. Шикардос. А также кэп. Скотч малярный. Ну и краска штон. Что за краска, расскажи. Это штон-краска хорошая для кастома видюх. Ее тоже рекомендовали многие блогеры, да, сборщики. Например, Железный король тиктокерский, да. Он много раз ей тоже пользовался. А Никиту будешь использовать? Ну, естественно. Он будет красить. Это напарники. Они работают в паре. Друг дружки, так сказать, подстегивают, мотивируют и не дают ошибаться. А если ошибаются, смеют друг над другом. Да, смеются друг над другом, поэтому... Здорово. Соответственно, я, естественно, в этот процесс смешиться не буду. Потому что парни эту сборку собрали от начала до конца. И кастом видюхи тоже самое. И они это сделают в любом случае лучше, чем я. И это очень приятно, когда молодежь, ну, просто тебя перегоняет, обгоняет. И я прекрасно понимаю то, что это будущее. Это будущее, как ни крути по этому парню. Сделайте все красиво. Оператор Данька тут. Покажите ребятам, как 14 летний парень... А также буду использовать респиратор, чтобы не задохнуться. Вот. Это очень важно. А на ней не жалко, да? Да, и окно откроете. Подчеркну то, что, друзья, да, у нас условия, безусловно, колхозные. Это не какая-то профессиональная мастерская, но окошечко у нас есть. Ребята, то есть... Что-то. Давай живемся, чем есть. Да, вентиляция, кондеры, окна, все, что вам нужно. Аптечки. Как говорится, мы будем тут... Ну, из-за аптечки их только перкишут рада. Если что, родители дали полное добро на эксплуатацию этих двух молодых парней. Поэтому с этим проблем нет никаких, не переживайте. Знаешь, почему еще их двое? Почему? Ну что, в случае чего? Вдвоем платить за 360 дешевле. О, сразу надежно. Да, потом они не заплатят. Все. Все. В принципе, с чего начнешь? Просто будешь разбирать? Я буду сначала ее разбирать, потом буду зачищать от наклеечек, потом обезжиривать, проходиться скотч брайтом и дальше дело пойдет. Как мы планируем? Что мы будем красить, я так понимаю, бэкплейт? Бэкплейт и будем красить вот этот вот кожух. Вентиляторы трогать не будем, их будет не видно и они как-то будут более дополнять саму... Мы все закрасим, только единственное, наверное, мы оставим вот эту вот... А это можно снять. А, ее можно снять, да? Да, это же отдельная как... Элемент, да? Да, видишь, можно и тут, она просто приклеена. А, ну все, хорошо. Хорошо, как скажешь. Ну что, друзья, теперь это видюшка. Представьте, какой будет эксклюзивный эксклюзив в той сборке. Приятного вам просмотра. Давайте же посмотрим, что молодые парни сделают с этой крутой 30-60 видеокартой. Итак, друзья, мы переходим к первой фазе. Это у нас отдирание наклеек от бэкплейта. Данька уже ушел, оставил нас с оператором и Никитой. И мы уже будем сами пока что заниматься кастомом видеокарты. Начинаем отдирать наклеечки аккуратненько, чтобы не повредить саму металл, краску, чтобы легло все ровненько. Итак, друзья, мы переходим ко второй фазе. Мы на первой убрали уже все наклеечки с бэкплейта. И переходим ко второй фазе, а это уже разборка самой видеокарты. Откручиваем бэкплейт и снимаем систему охлаждения, вот эту окантовочку. Ребята, мы уже сняли корпус верхний, верхнюю часть. Сейчас будем снимать с Аней подсветочку, чтобы мы все это зашкурили и все аккуратно покрасили. Следующий этап мы должны снять бэкплейт. Ребят, у нас не получается снять эту подсветку. Мы бы могли снять каким-то его варварским способом. Нам жалко видеокарты. Если кто-то знаете, лучше бы подскажите в комментариях. Мы почитаем, мы узнаем, как она снимается. Потому что мы только что в интернет залезли, там нету никаких гайдов. Лучше мы оставим так, как есть. Да, чтобы ее не испортить. Да, маляркой. И будем делать аккуратненько лучше. Потому что мы бы могли снять, но пока что еще способов, как это аккуратно сделать, мы еще не нашли. Поэтому оставляем все как есть. Сейчас снимаем бэкплейт. Пробуем гуглит? Да. Гуглит пробуем? Да. Что вы говорили? Вообще ничего. Типа про отключение подсветки и все. Но не снять ее. Подсветки просто именно такой. А как это? Да, ждем комментарии. Итак, у нас не получилось снять бэкплейт. Нужно в итоге снимать охлад и мы снимаем охлад, чтобы достать болтик заведомый. Бэкплейт, который находится под радиатором, неудобно его достать. Друзья, вот после покупки с Китая видеокарты, вот проверьте термопрокладки, чтобы была снята вот эта вот пленочка. Иначе не будет охлаждения у вашей памяти. И это приведет к плачевным состояниям памяти. Она может загореть. Так что лучше проверить. Вот. Вам наглядный пример. То есть ты предлагаешь брать карту, разбирать и смотреть? Да? Да. Она все равно уже после майнинга и без гарантии. Китайская. Возможно термопасту даже поменять. Да. Просто обслуживать нужно же в видеокарту иногда. Потому что у китайцев такая серия термопаста. Мы наконец-то сняли этот бэкблейт. Да. Сейчас мы его будем шкурить и уже тогда подготавливать к покраске. Ну точнее шкурка это и есть. Подготовка. Подготовка. Бля-ля-ля. Как же шкурим. Да. Да. Как же шкурим. Да. Да. И так ребят. Мы уже все зашлифовали. Зашкурили. Обезжирили. Сейчас мы с Сашкой будем начинать красить. Сейчас мы немножко уберемся на столе. Подготовим поверхность так сказать. Спасибо. Ну что, погнали? Я кэп поменяю. Дай мне тот кэп. Да. Это немножко по ширине. Да. Удобнее будет красить. Так вот так? Нет. И продолжать. Три минуты банку нужно только на морозе. И так уже краска сболталась полностью хорошо. Хватает минуты максимум. Так. Меняем кэп. Это слишком. Видишь, под каким напором выпускает? Это слишком сильно. Нужно полегче. О, специалисты делят. Побольше нужно слой. Как мне кажется. О, какой запах. Сейчас этот. Пойдут эти потеки. Сейчас пойдут галюные. Сейчас пойдут галюные. Подсохнут. Кто о чем думает? Я думаю, а видеокартия этот? О, глюна. Сейчас пойдут потеки. Поэтому лучше дать еще подсохнуть. И уже следующий слой нанести. Да будет неравномерный слой. Вот здесь вот. Посмотри. Здесь уже начинаются потеки. Все. Смотри. Сейчас будет следующий слой. И мы уже будем красить. Да не трогайте, е... Снимайте, это не мат. А зачем менять? Давай сначала эту. Ладно, держи, держи. Просто ее держи за веревочку. Так, подожди. А если руку покрасит? Да пофиг, отмоешь. У нас вот ацетон везде. Я как-то отмывался после покраса в ацетоне. Это очень жестко. Погнали. Сейчас. Да нормально все. Что ты переживаешь? Теперь держи ее в руках. Еще один слой минимум, я думаю. Да. Потому что это быстро сохнушая краска. Чтобы плотный слой, приятный цвет получился, мы должны сделать... Нам бы ее куда-то вообще повесить. Ребят, чтобы не было таких немножко непонятий между друг другом, нужно обучать... Почитай. Почитай. Ну не только почитать, обучать своего напарника граффити ремеслу. К чему мы вот притрагиваемся краем. Это краска для граффити, она высыхает минут за пять примерно. Это очень быстро сохнущая краска. Поэтому сейчас мы дадим немного полежать ей и также будем наносить второй слой. Я думаю, больше двух слоев не нужно. Итак, ребят, мы будем наносить второй слой. Потому что мы уже видим то, что он просох. Сейчас все мелкие детали будем прокрашивать получше, чем в первом слое. Оно как раз краска ляжет очень плотно. И хорошо, и красиво. Да. Получается уже неплохо, так сказать. Нам осталось только видеокус собрать в обратном порядке. И в принципе можно будет завтра тестировать. Да отпусти, я же держу. Окей, я в основании. Ну что ты тут заформачил, блин, положил неправильно. Я тебе говорил не строгой. Я положил на бок, да, но ты-то вот этот потёк делал. А ты её на бок положил, если ей нужно её было так же держать, как она сейчас лежит. Я не знал, что краска полностью не высохла там. Я не знал. Я тебе говорил она не высохла, так что ты меня не послушал. А я тебе говорил не приближай болотчик вот так вот вплотнуть, там потёк образовался из-за тебя. Там не было потёка, если бы не тронулось ничего. Там был потёк. Это из-за тебя был потёк. Что он сделал? Он, короче, взял, положил на бок, оно упало на пол и прилипло. И всё испортилось. Вот из-за этого. А ты чё говоришь? Да, тут я накосячил, но этот прекраснейший напарник, когда я ему говорю, что не нужно приближать баллончик с краской вплотную. Я вплотную не приближал, он был на расстоянии мутоком. Тебе слово сейчас не давали, ты уже говорил. И что? Да, я скажу. Я высказываю свою точку зрения. И вот. Он приблизил баллончик и у него образовался потёк. Он хочет повесить на меня сторону, вот ладно, которую я реально накосячил. И ещё потёк, который он сделал, хочет на меня повесить. Я держал вот так вот. Вот так вот. Если бы ты не положил, там ничего не образовалось бы. Это ты потёк сделал. Ты виноват. Это тебя потёк образовался. Ты уронил, он и образовался всё из-за тебя. Бездарь. Ну мужики, что делать будем? Переделывать. Мы сейчас будем переделывать, стараться. Мы что-нибудь придумаем, ребят. Подписчикам нужно же сделать качественно, хорошо. Мы обещали тем более. Да. Да. Мы сейчас будем просто зашкуривать заново. И тогда уже красить. То есть заново перешкуривать вообще? Ну не полностью заново. Именно кусок. Но мы двухтысячной зашкурим просто, чтобы было ровность. Да и всё. Чтобы было ровно. Получится? Полировать. Отполируем, да и всё. Соливайся у нас. Давай, погнали. Да. Вообще говно какое-то. Мы всё перекрасили. Мы перекрасили наконец-то запчасти от видеокарты. Сейчас сделали всё в принципе хорошо довольно. Мы вам попозже покажем поближе. Сейчас мы будем снимать скотч. Ушло побольше времени, чем мы рассчитывали с Александром. Потому что краска оказывается долго сохнет, а не быстро. Как Никита. Это быстро сохнет ещё и краска. Но вот так она долго сохнет. Но у нас слои, которые полностью высыхают. Да. Скажи, Никита, а если бы она была не быстро сохнет, мы бы ещё два не обзелали, да? Да. Естественно. Тут немного на задней части попало, но тут ничего страшного не было. В принципе получилось очень даже красиво. Сейчас. Саня пока что будет подсеточку отдирать. Аккуратно. Сейчас тогда вы всё сделаете, да? И приступим к тому же сборке уже самой видеокарты. Сборке. Потом уже её ставим в комп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СИГНАЛОЗАЛЬКИ СИГНАЛИЗАЦИЯ 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 итак ребят вот она посмотрите какая она красивая мы сделали все что могли александр без спроса написал это пойдет но неплохо неплохо она особо прям не мешает все-таки нужно понимать что это за видеокарта нужно это понятие хорошо у нас получилось мы сейчас здание нам сказал оставить можно здесь свои росписи там все нормально можем взять вот такой широкий да широкий будет нормально я хочу маленькое сердечко взять то я понял ставлю на букву просто неплохо неплохо сейчас мы ее будем уже грузить в пк что пацаны ваши ставки заработает она работает сто процентов чтобы видно было что это не монтаж да и этот был подержи свет включили нам путин пожалел свет дал еще ниже пацаны как ваше ощущение вы доволен своей работой я да в принципе меня все тоже устраивает сейчас пускай очень даже хорошо то он не подключен я думал ты подключила же вот так на него надеюсь так понятно да тут у нас немножко беспорядок ой-ой-ой посмотрите смотрится бомбезно уйдите стой мы не подключили hdmi а потом уже сейчас будем тестировать как я люблю эти моменты истины прошел прошла ночь и в этом офисе уже запрещено пахло шоколадом я сначала подумал что парни кушали какие-то вкусные кроссаны и с нами не делились но они сказали что так пахнет краска так что время они тут должны были хорошо провести и конечно главный вопрос главный вопрос мужики довольны были довольны ты своей работой саш я очень доволен с этим результатом который у нас получился она прям выглядит все вливается в оттенки ты ожидания свои продал я ожидал я ожидал худшего но это намного лучше чем я ожидал крутяк никита что скажешь я еще не смотряюсь к словам александр да вышло очень круто тебе очень дает ну крутяк какие самые крутые сложности были сложности в разборке и в наших отношениях то что мы ссорились было почему кстати ссоритесь я вот переборщил с краской никита неправильно положил до высохла еще карточка и краска слезла да из-за этого пришлось перешлифовывать два раза работу сделали но ничего страшного все вышло очень круто но это стоило своего главное что вы мирились правильно итак друзья целых сколько получится день до ушел ну почти ночь 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 по парню еще и ночами отработали ну как бы и так понятно что максимум используем молодежь буквально надеюсь нам хорошо заплатят надеюсь нет так давайте 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 же посмотрим на результат который парни сделали новогодняя сборочка теперь ну уже полностью во всей красе вы то видели а я еще нет поэтому парни давайте можно открывать глаза да вот она у ее ее я рты артикс слушай артикс артикс все все слушай ну да да она теперь я так скажу вот моя роспись вот никиты вот тут а это что за чеснок это просто сердечко это что это сердечко Это просто Садина сердечко Слушайте, ну крутяк, молодцы Давайте я вам тоже по кулачку отобью Просто все, теперь эта сборочка Обретает полноценный смысл Я смотрю, тут немножко отвалилось, да, красочки Или не докрасили? Реально, видимо, отвалилось Но она не особо Видна Не бросается глаза, поэтому я ее заметил Слушай, ну здорово Здорово, парни Главное, что теперь кум получился воистину уникальным То есть была 3060-я Таховская видеокарта абсолютно в стоке Сейчас же этот кум приобрел душу и какую-то историю Осталось только, знаешь, дату там подписать На этой карточке Я надеюсь, что долго и счастливо она будет работать Друзья, вот такая вот история получилась, парни, крутяк Я реально не ожидал То есть с самого нуля, у нас ушло, наверное, в сумме дня три На все про все, с доставками железа Со сборкой, с кабель-менеджментом С покраской видюхи Сейчас остается какая-то тонкая настройка Ее тесты, но это мы, я думаю, уже сделаем Там в течение следующего видео Или там подобных Вот сейчас можно сделать А у вас уже скачаны игрухи? Ну вот, мы скачиваем War Thunder Потом будет у нас CS GO К сожалению, жесткий диск не определяет, Саша, не работает А, ну мы с жестким диском разберемся Но я думаю, это уже будет отдельный момент Сегодня мы посмотрели, как два молодых парня Напомню, что некиду и Сашке по 14 лет Некид младше на чуть-чуть Саша старше по чуть-чуть И они своими руками сделали Ну, назовем, вот это компьютерное произведение искусства Поэтому поздравляю вас с первой сборкой Вот полноценной с нуля, как для себя, для души Она, друзья, разыгрывается Она разыгрывается, ссылочка есть Вы можете перейти И все, что вам нужно, это будет просто Просто сделать репост поста Вконтакте То есть просто один клик И будет возможность выиграть этот комп Напомню, Ryzen 5 3600 3060 RTX 16 гигабайт оперативной памяти Идеальная водянка от Deepcool Ну, красота Еще с жестким сейчас разберемся И будет полный фэншуй Спасибо, что посмотрели Просто поддержите, наверное, каким-то добрым словом парней Потому что, опять же Здесь очень здорово То, что ребята сами себя привили То есть у них была возможность Они себя привили И собрали то, что посчитали нужным Так что молодежь наступает на пятки Не просто так, знаете, играючи А на полную катушку Поэтому посмотрим, чем это все закончится Еще раз спасибо Санечек, давай Закрывай ладошкой И до следующего крутого ролика Бум Ну, давай, Никитов Супер Давай, и Никитов Супер Ой-ой-ой Бум Ну, а я, а я, а я Давай тогда я Бум И Данька, оператор О-о-о-о Бум